всем привет продолжаем играть фоллаут им и разговаривать разговоры сегодня продолжаем тему разработки по ну и не только эту тему будем продолжать еще долго так как основную информацию с небольшими своими вставками на я зачитываю из книги совершенный код стива макконнелла у кого еще нет этой книги советую приобрести сегодня продолжим говорить о метафорах в прошлый раз мы начали но сегодня продолжим и так сейчас я загружу игру посмотрю чё тут у меня насколько я помню мне нужно было намутить деньжат деньжат о 3 200 крышек для чего для чего это мне надо было а для того чтобы прикупить короче может быть броню может быть еще что-то и насколько я помню я вроде бы решил сходить так антирадин и это так сейчас рады x от это чё я не помню а это выводит значит я хотел сбегать свечение и там и там и там этот блин пошарится и может найти найти какие-то нищечки принести продать их ну а потом а потом пойти все-таки выполнить квест так сейчас я гляну чё тут еще что-то есть еще полезное вроде нету у меня у меня есть достаточно места для того чтобы полазить по свечению значить попробуем туда сходить так и так продолжаем скажем так зачитывать важную информацию из книги и так как я сказал попу продолжаем метафоры чё у нас то раздел какой раздел это популярные метафоры характеризующие разработку п.о. множество метафор описывающих разработку п.о. смутит кого угодно дэвид грайс утверждает что написание п.о. это наука дональд кнут считает это искусством вот хамфри говорит что это процесс джордж плоджер и кент бэк утверждают что разработка п.о. похоже на управление автомобилем так я к я к сразу к вот вот так вот я принял его до так блин надо не терять времени сохранить я сейчас сохранюсь вот здесь и и и быстро быстро надо в руку кинуть блин надо было сразу подготовиться в руку забросить вот это чтобы 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 так и попробую ка я сбегать на второй уровень я вроде бы этот елки-палки вы чё о сильный заряд электрич так я вроде бы включил там компьютер стоит и я вроде как бы включил включена резервная а если выключить отключить нечего то мне кажется не то я попробую конечно сейчас еще это спустить веревку нет электричество да а веревку тут можно спустить сейчас 5 сек ребятки какая-то ерунда произошла непредвиденное могу я где-то эту веревку использовать или нет по ходу нет по ходу по ходу по ходу фигня по ходу надо сюда идти попозже сейчас еще раз сделаю попытку включить электричество вот включил никаких ништяков тут нет я в прошлый раз вроде бы облазил тогда пойду пойду наверное сейчас проходить тот квест к шерифу пойду и пойдем валить того негодяя да не открывается попробуем взлом взлом у меня 26 ничего не помогает человек еще может науку применить ничего не удалось узнать еще раз взлом не не получается значит значит надо загружаться и и и и а как же мне тогда попасть на тот уровень тут вроде никакой палки нету ладно значит не судьба ладно значит я пойду сейчас к шерифу к шерифу возьму в руки вот это оружие и пойдем попробуем завалить в этих негодяя и так на чем я становился а джордж плоджер и кент бек утверждают что разработка полу похоже на управление автомобилем но они приходят к противоречивым иногда вывода алистер кобберн сравнивает разработку по с игрой эрик реймонд с базаром энди хант и дэйв томас с работой садовникам пол хеккель со съемкой фильма белоснежка и семь гномов фред брукс упоминает фермерство охоту на оборотней и динозавров заверш завязывающих в смоляной яме так какая же метафора лучше или какие метафоры лучше вот сейчас мы и перейдем к обсуждению какие лучше попробую я стрельнуть ему в голову в блин в голову 61 авторс а если а если в пах а если в левую ногу а если в торс да сейчас у них куча очков действий будет на тебе и все практически стреляют и бьют меня но ведь я же просто был с этими ребятками не у меня не получается убить не получается слишком много у них очков они сразу начнут давайте еще раз попробуем короче буду тут по-разному пробовать и и говорите о метафорах дальше сейчас я сохранюсь сейчас я сделаю вот так вот вот сейчас сохранюсь и и вот так и так ну тут есть вот у нас на первом этом литературная метафора написание кода самая примитивная метафора на которой описывает разработку по берет начало выражений написания кода согласно литературной метафоре разработка программы похоже на написание письма вы садитесь за стол берете бумагу перо и пишите перо пишите письмо сначала и до конца это не требует никакого формального планирования мысли то есть это не требует никакого формального планирования а мысли выражаемые в письме, формулируется автором по ходу дела. И на этой метафоре основаны и многие другие идеи. Джон Бентли говорит, что программист должен быть способен сесть у камина со стаканом бренди, хорошей сигарой, охотничьей собакой в ног и сформулировать программу, подобно тому, как писатели пишут или создают свои романы. Брайан Керниган и Джордж Плоджер назвали свою книгу о стиле программирования The Elements of Programming Style, обыгрывая название книги о литературном стиле The Elements of Style. Программисты часто говорят об удобочитаемости кода. Ну, я считаю, удобочитаемость это очень важно. Так, идем дальше. Идем дальше, сейчас я подлечусь. Сейчас я подлечусь. Раз. Два. Так, а что это такое? Изменяющие улучшают функции, связанные с памятью. Не, мне не надо, мне бы каких-то таких вот таблеточек buff out. Может быть это попробуем. О, силы 10, ловкости 10. Это, это отлично. Так, теперь на тебе. Есть одно, убили. Этот бросал ножик и потерял тормоз. Лечится гад. Так, индивидуальную работу над небольшими проектами метафора написания письма характеризует довольно точно. Но в целом она описывает разработку программного обеспечения неполно и неадекватно. Письма и романы обычно принадлежат перу одного человека. Тогда как над программами обычно работают группы людей с разными сферами ответственности. Закончив писать письмо, вы запечатываете его в конверт и отправляете. С этого момента вы изменить его не можете. И письмо во всех отношениях является завершенным. Кстати, вот я стал, видите, в проходе они только по одному подходят, что очень хорошо. Итак, и письмо является завершенным. Изменить же программное обеспечение не так уж и трудно. И вряд ли работу над ним можно признать когда-нибудь завершенной. Так, подлечимся. Раз, перезарядимся. Два. Давайте я сохраню совершенно все. О, сохранение невозможно. Неожиданно. Вроде бы можно было сохраняется. Блин, промазал. Из общего объема работы над типичной программной системой две трети обычно выполняются после выпуска первой версии программы. Иногда эта цифра достигает целый 90 процентов. Целый 90 процентов. В литературе поощряется оригинальность. При конструировании ПО оригинальный подход часто оказывается менее эффективным, чем повторное использование идей, кода и тестов из предыдущего проекта или предыдущих проектов. Так, подойду-ка я сюда все-таки. Да елки-палки, шо ж ты творишь? Ну, подойду и полечусь. Так. И перезарядиться надо. Так, идем дальше. Словом, процесс разработки ПО, соответствующий литературной метафоре, является слишком простым и жестким, чтобы быть полезным. К сожалению, литературная метафора была увековечена в одной из самых популярных книг по разработке ПО Фреда Брукса. Книга называется «Мифический человеком месяц», 95-го года выпуска. Ух ты, блин! Вы видели, у меня две этак... Две жизни осталось. Жесть. А кто меня так... Это, наверное, какой-то критический удар прошел, да? Держи. А может, его молотом? Не, смотрите, как валит, Ганида. Что ж ты делаешь? Может, его молотом долбануть? На тебе! Нормально! Брукс пишет. Планируете выбросить первый экземпляр программы? Вам в любом случае придется это сделать. Вот. Ну и перед глазами невольно встает мусорное ведро. Образ мусорного ведра полного черновиков. ПО. Подобный подход может быть практичным, если вы пишете банальное письмо своей тетушке. Однако, расширение метафоры написания ПО вплоть до выбрасывания первого экземпляра программы не лучший совет в мире разработки ПО, программного обеспечения, где крупная система по стоимости уже сравнялась с 10-этажным офисным зданием или океанским лайнером. Так. Надо лечиться. Надо лечиться. Вроде бы я их валю, но... Ну, все-таки... Не так, как хотелось бы. Да что ж ты... Умри, тварь. На тебе. Тяжело раненый, все равно стоит. Нифига себе. На тебе. На тебе. Да еб... Как так? Че ты выращиваешься? О-о-о-о! Вот... Охренеть! Да, выделывался. Приходит, придется заново. Так, ладно. Продолжаем. Конечно же, это не имело бы значения, если бы вы имели бесконечные запасы времени, тогда можно было бы, да, использовать литературную метафору. Однако, реальные условия таковы, что разработчики должны создавать программы с первого раза или хотя бы минимизировать объем дополнительных расходов в случае неудач. Другие метафоры лучше иллюстрируют достижение таких целей. И сейчас мы перейдем к другим метафорам. Сейчас я съем этот бафаут. То есть, литературную метафору разобрали. То есть, литературная метафора наводит на мысль, что процесс разработки программного обеспечения основан на дорогостоящем методе проб и ошибок, а не на тщательном планировании и проектировании. Жаль, что здесь нельзя сохраниться. Ах, как жаль. Так, 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 сейчас продолжим. Итак, следующая метафора. Следующая метафора у нас селькосхозяйственная. Метафора заявляет. Ну, что это такое? То есть, что это за метафора? Это как бы выращивание системы. Некоторые разработчики заявляют, что создание программного обеспечения следует рассматривать по аналогии с выращиванием сельскохозяйственных культур. Вы проектируете отдельный блок, кодируете его, тестируете и добавляете в систему, чуть расширяя с каждым разом ее функциональность. Да, блин, походу мне не фартит. С каждым разом ее функциональность. Такое разбиение задачи на множество небольших действий позволяет минимизировать проблемы, с которыми можно столкнуться на каждом этапе. Иногда хороший метод описывается плохой метафорой. В таких случаях попытайтесь сохранить метод и обнаружить лучшую метафору. В данном случае инкрементный подход полезен, но сельскохозяйственная метафора просто ужасна. Да, жалко, что здесь нет вот такого коридорчика, я бы еще вот здесь стал бы, они бы точно по одному подходили. Так, идем дальше. Возможно, идея выполнения небольшого объема работы и напоминает рост растений. Но сельскохозяйственная метафора, аналогия точнее, неубедительна и неинформативна. Так, а если я завершу бой? Не, нельзя. И неубедительна. К тому же ее легко заменить лучшими метафорами. Так, что делать? Полечиться или поздно. Да, вот так вот нормально стоять. Они по одному подходят и я их по чуть-чуть валю. Сельскохозяйственную метафору трудно расширить за пределы идеи выполнения чего-либо небольшими частями. Ее приверженцы рискуют в итоге заговорить об удобрении плана системы, прореживания детального проекта повышения урожайности кода путем оптимизации землеустройства и уборки урожая самого кода. Вы начинаете говорить о чередовании посевов C++ и о том, что было бы неплохо оставить систему под паром для повышения концентрации азота на жестком диске. Так, секундочку. Хоть молотом его долбану. Слабость данной метафоры заключается в предположении, что у вас нет прямого контроля над развитием программного обеспечения. Вы просто сеете семена, когда приходит весна, и если на то будет воля великой тыквы, осенью получите невиданный урожай кода. Поэтому, эта метафора тоже не очень... То есть, нелегко адекватно расширить сельскохозяйственную метафору на область разработки ПО. Так, что мне делать? Я его вот долбанул молотом, он где-то 8 здоровья потерял. Но молотом я могу ударить 2 раза. Вот он 2 здоровья потерял. Не, фигня, надо стрелять. Потому что это он никуда не годится. Смотрите, что он делает. Вон, 30... Одна жизнь. Надо, наверное, все-таки стрелять. Было бы стрельба, конечно, прокачаннее, было бы проще. 36, 30. Надеюсь, он мне следующим этим все жизни не снесет. Так, вот я стрельнул. Ну, блин, 3 жизни. Ну, как так? Как? Почему только 3? Ой, блин, сейчас опять лет... Да не, уже не полечишься. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Так, следующая метафора. Следующая метафора у нас... Метафора жемчужины. Медленное приращение системы. Ого, моих напарников, походу, сразу покрошили уже. Так, 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 так. Давай-ка иди сюда. Вот тут, по-моему, я стоял, да. В эту тетку я попасть не могу. И в этого не могу. Ой-ой-ой, вот это уже плохо. Зашли двое. Походу, надо будет сохраняться. Загружаться, потому что... Это уже не дело. Это уже не очень хорошо. Блин, я думал, он убежал. А он, ему дело, не убежал. Ладно, все-таки попробую я... Продолжить. Зависимость? Какая зависимость, дружище? Я... Ладно. Зависимость так зависимость. Походу, у него патрончики закончились. Так, надо-надо стрелять в этого. Она вроде тяжело ранена. Но это и не мешает нормально меня бить. Да хорошо, хорошо. На тебе. Не, с винтовочки стрелять получше. Больше урона. Больше урона однозначно. Поэтому перезаряжаемся, лечимся. Берем кувалду. На кувалду как раз очков действия хватает. И бьем. Есть. Да, то походу декер, который меня убьет. Ну, мощные, да, такие удары. А то походу декер. Поэтому надо перевалить. Ну, будет хорошо, если я перевалю всех. По очереди. А самый последний, это будет декер. А на присмерти, кто это? А вот это, походу, этот мудак и есть. Блин. Не, я, наверное, вылечусь. Рисковать не хочется. Так. Те присмерти двое. Осталось раз, два, три, четыре, да? Опачка. Шесть здоровья потерял только. Ого, 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 да. Так, ладно, метафора жемчужины. Что это такое? Иногда говоря о выращивании ПО, на самом деле имеют ввиду приращение. Или аккрекции. Две эти мифтафоры тесно связаны. Но вторая более убедительна. Но вторая более убедительна. Приращение характеризует процесс формирования жемчужины за счет отложения небольших объемов карбоната кальция. В геологии и юриспруденции под аккрекцией понимают увеличение территории суши посредством отложения содержащихся в воде пород. Так. Сейчас я подумаю, может мне сюда зайти? Так, это шериф. Это охранник. Какой-то меня очень сильно бьет. Кейн, блин, может мне сюда зайти? Нет, я все-таки попробую сюда вот так. Кого-то убили. О, неплохо. Охранник шерифа получает ранение. Охранник декера получает 22. Нормально. Давайте у этого урода стрельнуем. Так, ладно. Кто тут? Кто тут? О, нормально она стала. Так, шерифа убили. Ого, 82 урона он получил. Вот это жесть. Так, ладно. Метафора жемчужины. То есть... Но это не значит, что вы должны... Что вы должны... Освоить создание кода из остаточных пород. Это означает, что вы должны научиться... Что-то пошло не так. Что вы должны научиться... Это, по-моему, вот этот мудак... Самый большой урон мне и... И дает. Да, походу, да. Походу, так оно и есть. Но это означает, что вы должны научиться... Это не значит, что вы должны научиться добавлять... Программные системы по небольшому... А, не, наоборот, это означает, что вы должны научиться добавлять в программные системы по небольшому фрагменту за раз. Другими словами, которые в связи с этим приходят на ум, являются термины инкрементные, итеративные, адаптивные и эволюционные. Инкрементное проектирование, конструирование и тестирование – один из самых эффективных концепций разработки программного обеспечения. Походу, надо опять загружаться. Походу... Что это психа? Ух ты! И что? И что я стал круче? Что незаметно? Да, круче я стал. Сразу же свалился с ног. Ох... Ай, не... Какой раз я уже... Сейчас попробую последний раз, если не получится, то... Пойду дальше шариться, искать, может быть, где-то опыт какой-то, может быть... Может быть, сейчас я... На самом деле, я сейчас попробую пойти купить дробовик и пострелять с дробовика. Потому что это не дело. Так, идем дальше. При инкрементной разработке, вы сначала создаете самую простую версию системы, которую можно было бы запустить. Она не может не принимать реальных данных, может не выполнять над ними реальных действий, может не генерировать реальные результаты. Она должна быть просто скелетом. Достаточно крепким, чтобы поддерживать реальную систему по мере ее разработки. Она может вызывать поддельные классы для каждой из определенных вами функций. Такая система похожа на песчинку, с которой начинается образование жемчужины. Да, елки-палки, как он опять пробрался, этот мудак. Так... Все, я понял. Я иду искать дробовик, потому что это вот это не дело, это задние загрузки. Так, она похожа на песчинку, да, из которой начинается наращивание жемчужин. Создав скелет, вы понемногу наращиваете плоть. Каждый из фиктивных классов вы заменяете реальными. Вместо того, чтобы имитировать ввод данных, вы пишите код, который на самом деле... На самом деле принимает реальные данные. Так, сейчас дробовичок, дробовичок. Ну да, сейчас опять начнется вот это вот... Поиски дробовика. Где же дробовика? Где же дробовики? Сейчас начнешь бегать туда-сюда. То есть, когда не надо, у первого там... Торговца всегда в наличии дробовик. Так, ну идем дальше. И... Соответственно... Что такое? Почему ты вдруг разозлился? Не, это уже фигня, ребятки. Эффективность такого подхода можно подтвердить двумя примерами. Фред Брукс, который в 75-м году предлагал выбрасывать первый экземпляр программы, заявил, что за 10 лет, прошедших с момента написания им знаменитой книги, ничто не изменяло его работу и ее эффективность так радикально, как инкрементная разработка. Аналогичное заявление было сделано Томом Гилбом в революционной книге «Principles of Software Engineering Management», которое было издано в 1988 году. В которой он представил метод эволюционной поставки программ и разработал многие основы современного гибкого программирования. Многие другие современные методологии также основаны на идее инкрементной разработки. Достоинство инкрементной разработки в том, что она не дает чрезмерных обещаний. Кроме того, она не так легко поддается неуместному расширению, как сельскохозяйственная метафора. Раковина, формирующая жемчужину, хороший вариант визуализации инкрементной разработки или аккрекции. Так что инкрементная разработка или метафора жемчужин не так уж и плоха. Не так уж и плоха, а мне надо найти где-то дробовик. А был же дробовик, а я его не купил, а был хороший. Там у кого-то аж два дробовика было. Извини. Так, давайте-ка я еще сюда схожу. Что тут, закрыты двери? Не, вот они закрыты. Так, сейчас я... Сейчас я, сейчас я попробую найти дробовичок. В ближнем бою там урон хороший. Поэтому его надо обязательно мне найти. Потому что так вроде получается, но все равно помираешь. Так, куда? Надо побегать, побегать. Может быть, может быть, куда бы мне сбегать. Так, давайте я опять тут сейчас обойду все магазины. Вот, вот оружие. И надеюсь, вот тут у этой бабы будет, будет дробовик. Ну да, когда он надо, его ни у кого нет. То есть, когда реально дробовик надо, его ни у кого нету. Фу, блин, куда бы мне сходить? Кто может продать? Ой, отмена. Так, сейчас я подумаю. Сейчас я забегу еще сюда. Если нет, то пойдем... То пойду и выйду... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот какой-то злой. Я сохранюсь. Так, следующая метафора у нас строительная. Построение ПО. То есть, сейчас я к ней доберусь. Сейчас я попробую с этим поговорить. Я понял. Какой-то он вообще не в адеквате. Потом попробуем с ним повоевать. Но не сейчас. Так, у этого дробовика нету, сейчас у этой, которая книжками торгует, у нее книжки, и что-то еще там было, вот я не помню, что. Этой тоже нету, ладно, сейчас пойдем пошляемся по пустоши. Так, строительная метафора. Метафора построения ПО полезнее, чем метафоры написания или выращивания программного обеспечения, и представляет более детальное руководство. Так, что у нас тут, более детальное руководство. Я сейчас в могильник сбегаю, там вроде бы были торговцы. Так вот, вот эта метафора более полезнее, так как согласуется с идеей аккоррекции ПО и представляет более детальное руководство. Построение программного обеспечения подразумевает наличие стадии планирования, подготовки и выполнения, тип и степень выраженности которых зависят от конкретного проекта. О, тут же был этот, крепость. Я на крепость схожу, там же у него оружие было. Точно. Для построения, к примеру, метровой башни требуется твердая рука, ровная поверхность и 10 пивных банок. Для башни же в 100 раз более высокой, недостаточно иметь в 100 раз больше пивных банок. Такой проект требует совершенно иного планирования и подхода. Так, надеюсь... О, вот, вот это, боевой дробовик. Это вот это то, что оно. 2 800. Ну, а что делать? Сколько у меня там деньжат? Давай 3 200, давай, все. Давай еще раз, все. Давай еще раз, все. 2 900, сейчас попробую патрончиков еще все. Ого, нет. Не все, наверное, я погорячился. И это тоже погорячился. Можем мне продать эту винтовку? Нафиг она мне надо. Ну, как минимум, я продам вот эти патроны. Патроны. Во, патроны. Блин, у него оружие, это нормально, но... Но, оно не дешево. Так, 3 300. Значит, надо, походу, еще эти убирать. Ладно, продам я и винтовку, и все патроны. Наверное, я чуть-чуть неправильно делаю, но выбора у меня особо нет. Так, 5 100. Давай-ка еще одно. 5 300. Значит, мне надо отсюда забрать. Так, сколько мне надо забрать? Мне надо забрать 107. 107. Так, так. Предложить. Все, спасибо. Спасибо. Вот. Это уже другое дело. 12 зарядов. Нормально. Нормально. Так, надеюсь, теперь с этим дробовичком будет получше. Сейчас я сбегаю. Охранник получает ранение. Но я тут ни при чем. Так, если вы строите простой объект, скажем, собачью... О-оу. О-оу, о-оу. Я не туда зашел. С вами я разберусь потом. А как так? Я сюда попал. А как так? Что-то я не врубился. А, тут... О, хорошо. Я понял. Туда я обязательно тоже заскочу. Но сейчас мне не то. Блин. Подождите. Я что-то не врубаюсь. Как мне отсюда свалить? Тут аж три руки смерти. Мы сейчас продолжим. Просто я что-то не понял, как я здесь. Почему я здесь? Блин. Нет, это не здоровая фигня на самом-то деле. Потому что... Так, если вы строите большой объект, скажем, собачью конору, вы можете пойти в сельско... Ну, в хозяйственный магазин, купить доски, гвозди, и к вечеру у собаки будет новый дом. Но если вы... Даже если вы забудете про лаз, или, допустите, какую-то другую ошибку... Ничего страшного. Потому что можно все исправить. Можно все исправить, или даже начать все с самого начала. Все, что вы при этом потеряете, это время. Это время. Такой свободный подход уместен в небольших программных проектах. Если вы плохо спроектируете тысячу... Сейчас, погоди, это ж в хаба не надо. Если вы плохо спроектируете тысячу строк кода, то сможете выполнить рефакторинг, или даже начать проект заново. И это не приведет к крупным проектам. Ой, к крупным потерям. Так, 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 сейчас... Иду я к полицейскому. Так, построить дом сложнее. И плохое проектирование, при этом приводит к куда более серьезным последствиям. Сначала вы должны решить, какой тип здания вы хотите построить, что аналогично определению проблемы при разработке ПО. Затем вы с архитектором должны утвердить общий план, что похоже на разработку архитектуры. Далее вы чертите отдельные чертежи. Так, сейчас я сохранюсь. Возьму дробовичок в руки. Вот. Еще раз сохранюсь. И теперь... Так, легкое оружие, да, это оно. Винтовки. Вроде бы, да. Далее вы чертите чертежи подробные и нанимаете бригаду строителей. Это аналогично детальному проектированию программного обеспечения. А вы готовите стройплощадку, закладываете фундамент, создаете каркас дома, обшиваете его, кроете крышу и проводите в дом все коммуникации. Это похоже на конструирование программного обеспечения. Когда строительство почти завершено, в дело вступают ландшафтные дизайнеры, маляры и декораторы, делающие дом максимально удобным и привлекательным. Это называется, точнее не называется, а напоминает оптимизацию, оптимизацию ПО. И, наконец, на протяжении всего строительства вас посещают инспекторы, проверяющие стройплощадку, фундамент, электропроводку и все, что можно проверить. При разработке ПО этому соответствуют обзоры и инспекция проекта. Так, сейчас, что у нас тут задвиж? Ух ты, 90. Давайте я у него попробую стрельнуть. Бэх! Оооо! Ооо, 25. Нормально. Урон 25. Сейчас какая-то падла подойдет, я сейчас близко стрельну. По-моему, своих бьют. Ах ты, гнида. Ну, держи. Бэмс! 17. Ну, нормально. Надеюсь, я сейчас выставлю. В принципе, шансы с дробовиком повыше. Вроде... Ди как... Она мне такой крит нанесла, что просто жесть. У меня остается только полечиться. Так, еще раз. Боевого потенциала какого? Хрен его знает. Какого? Ну, я сожрал таблетки и сожрал эту психа. Сейчас посмотрим. Чтоб ты промазала гнида. А, шериф еще жил? Нормально. Круто промазал. Ну, и такое бывает. Э, э, шериф, че ты убегаешь? Ты же шериф. На тебя же равняются все ребята со двора. Походу, уже не равняется. Уже помер шериф. Так, давай-ка. Тебя теперь долбанем. Шесть здоровья. Это, походу, вот этот самый модный, да, который много бьет и больно. Че делаем? Блин, жалко нельзя сохраняться. Наверное, я подлечусь. Сделаю вот так вот. Ментанты. Не, ментанты мне не надо. И перезаряжусь сразу же. Кстати, совет, да, сразу вот здесь старайтесь все сделать. И перезарядиться. Сколько? Четыре, да? Четыре. Но за четыре я, в принципе, могу его молотом долбануть. На тебе, падла, увернулся. А не. Шестьдесят один, шестьдесят. Чтоб ты гнида промазал. Че делать? Стрелять? Он же может меня критануть. Не хочу рисковать. На тебе. О, нормально отбросил. Отбросил. О, 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 о. Критану, о чем я и говорил. Поэтому приходится сейчас молотом работать. На тебе, гнида. Главное, чтобы он меня с ног не сбил. Нормально. Держимся. На тебе. Че-то мало. Ладно. Так, идем дальше по поводу строительной метафоры, да? Блин, че-то мало жизни реально у него уходит. Уходит. Я встаю. Ну, да ладно. Мне тут в любом случае уже лечиться надо. Вот так вот и подзаряжусь. Сейчас я попробую товарищи все-таки все-таки его добить шесть здоровья. Он выглядит тяжело раненым, но он, падла, никуда не уходит. Вон он полечился. Не с тем ты человеком зацепился. Да за тебя я забыл. Он выглядит раненым. Вот гнида, он лечится. Блин. Ладно, рискнул. Да. Рискнул, блин. ладно заново самый жесткий у нас дробовиком конечно же получше уже уже гораздо получше и так и в строительстве и в программировании увеличение сложности вот так вот увеличение сложность и масштаба проекта сопровождается ростом от цены ошибок конечно для создания дома нужно довольно дорогие материалы однако главной статьей раз статьей расходов является оплата труда рабочих перемещение стены на 15 сантиметров обойдется дорого не потому что будет потрачено много гвоздей а потому что вам придется оплачивать дополнительное время работы строителей чтобы не тратить время на исправление ошибок о которых можно избежать вы должны как можно лучше выполнить проектирование материалы необходимые для создания программного продукта стоят дешевле чем строй материал однако затраты на рабочую силу в обоих случаях примерно одинаково изменение формата отчета обходится ничуть не дешевле чем перемещение стены дома потому что главным компонентом затрат в обоих случаях является время людей так и в на 17 помощник шерифа уже мертв тупой мудак куда ж ты лез помощник шерифа с такими помощниками и врагов не надо так давайте закинусь этим этим вот этим вот так что-то ножиком бросила и кулаком бьет нормально на тебе вот если все так валились и это легко помирает этот с ножиком что-то там царапает это нормально я получил клик критический удар да пофиг на следующем ходом подлечусь ладно еще раз стрельну а в этого можно стоять о я в этого лучше буду стрелять он вроде как такой самый мощный но дело в том что он подойти не сможет а этот будет меня по чуть-чуть вот так вот колупать а я того буду валить в у не совсем о дружище вставай ты так мне не пугай давай давай покушаю то ход фух успел кнопку вести так какие же еще можно провести параллели между сооружением дома и конструированием по и разработкой по программного обеспечения при возведении дома никто не пытается конструировать вещи которые можно купить это хорошо смотрите одного завалил я сейчас буду тех дальних валить потому что этот менее опасный он не колупает больно но но так по чуть-чуть так здравомыслящему человеку и в голову не придет самостоятельно разрабатывать и создавать стиральную машину холодильник шкафы окна и двери если все это можно приобрести создавая программную систему вы поступите также вы будете в полной мере использовать возможности высокоуровневого языка вместо того чтобы описать свой код на уровне операционной системы а возможно вы используете также встроенной библиотеки встроенный блин 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 встроенные библиотеки а классов контейнеров научные функции классы пользовательского интерфейса и классы для работы с базой данных обычно невыгодно писать компоненты которые можно купить готовыми совершенно верно это называется на придумывание велосипедов не надо придумывать велосипеды если они уже есть так хочу этот шлангует они не шлангуют походу вот он самый мощный они не может нормально надеюсь надеюсь держи на тебе гнида 6 здоровья ах ты падла бросается чем-то камнями наверно на тебе однако если вы хотите построить нестандартный дом с первоклассной мебелью то мебель вам придется наверное заказать вы можете заказать встроенную посудомоечную машину холодильник так чтобы не выглядели как часть обстановки вы можете заказать окна необычных форм и размеров самое главное тут не заговориться вот как сейчас забыл перезарядиться мне кажется я почти почти выиграл полин так ладно давайте уже дочитаем я попробую все таки пройти если нет то я уже вне записи эту это пройду так такое так вот вы можете часть да там мебели заказать такое изготовление предметов на заказ имеет параллели и в мире разработки программного обеспечения при работе над приложением высшего класса для достижения более высокой скорости и точности расчетов или реализации необычного интерфейса иногда приходится создавать собственные научные функции собственные классы контейнеры и другие компоненты так мне надо чтобы кто-то вот вот так вот передо мной стал ну чтобы я смог мог разбираться со всеми этими мудаками в этого не могу попасть это убили и конструирование дома и конструирование программного обеспечения что будет если буду прицельно стрелять в голову так и конструирование дома и конструирование программного обеспечения можно оптимизировать выполнив адекватное планирование на если если ухты тут очередем можно стрелять я сейчас попробую очередью если выживу то следующий выстрел будет очередью хрен и выживу они выживу ладно я пробую очередью раз два три четыре нет мнение мне не хватает очков действия так если создавать программное обеспечение в порядке его будет трудно писать тестировать и отлаживать сроки затянутся да и весь проект может завершиться неудачей из-за чрезмерной сложности из-за чрезмерной сложности отдельных компонентов не позволяющей разработчикам понять работу всей системы тщательное планирование не значит исчерпывающие или чрезмерное вы можете спланировать основные структурные компоненты и позже решать чем покрыть пол какой цвет покрасить стены так какой цвет покрасить стены или окрасить ну да стены какой использовать кровельный материал хорошо спланированный проект открывает больше возможностей для изменения решения на более поздних этапах работы чем лучше вам известен тип создаваемого программного обеспечения тем больше детали вы можете принимать как данные вы просто должны убедиться в проведении достаточного планирования чтобы нет его недостаток не привел позднее к серьезным проблемам так сейчас сейчас еще я думаю минут 10 нужно главу это все таки дочитать и потом на сегодня закончим так сейчас я сразу закинусь этой таблеткой этой таблеткой а если не я тут и буду стоять вот это стало нормально а я через нее сейчас буду стрелять во всех остальных в этого не могу у этого ну промазал блин попал в бабу так аналогия конструирования также помогает понять почему разные программные проекты призывают к разным подходом разработки склад и медицинский центр или ядерный реактор также требует разных степеней планирования проектирования и контроля качества и никто не стал бы одинаково подходить к строительству школы небоскреба или и жилого дома с тремя спальнями работая над программным обеспечением вы обычно можете использовать гибкие упрощенные подходы но иногда для обеспечения безопасности и других целей необходимы и жесткие тщательно продуманные подходы сдохни тварь сдохни не сдыхает проблема изменения программного обеспечения а приводит нас еще к одной параллели перемещение несущей стены на 15 сантиметров обходится гораздо дороже чем перемещение перегородки между комнатами аналогичное внесение структурных изменений в программу требует больших затрат чем добавление и удаление второстепенных возможностей елки-палки я тебя не хотел убивать я хотел убить вот это он бросил красавчик чё так ладно я полечусь перезаряжусь и полечусь вот так вот наконец проведение аналогии с домостроительством позволяет лучше понять работу над очень крупными программными проектами при создании очень крупного объекта цена неудачи слишком высока высокая поэтому объект надо спроектировать тщательнейшим образом строительной организации скрупулезно разрабатывает и инспектирует свои планы блин мне надо как-то бы того чувачка завалить если я стану сюда нет если я стану сюда и стрельну то этот сейчас должен подойти нет не подошел вот сейчас тот подойдет надеюсь я тебя не убью ладно ух ты вот это он дал вот это он дал так но там один останется но он жесткий будет я не знаю как давайте попробую очереди 40 оооо двоих смотрите убил этого и этого а теперь мне надо как-то петлять вот как так ладно при создании при создании очень крупного объекта цена неудачи высока все крупные здания создаются с большим запасом прочности лучше заплатить на 10 процентов больше за более прочный материал чем рисковать крушением небоскреба так чё делать ну ну блин чё я сделал лечиться не надо было это я уже начинаю тупить и сейчас весь свой прогресс который получил спущу на нет да ну вот смотрите чем делать да так и получается сейчас все что я так хорошо то к чему так хорошо шел все сейчас уйдет очередь 12 здоровья если меньше с ним бьет я полечусь и попробую сбегать попробуем молотом его долбануть хрен там кроме того за большое внимание кроме того большое внимание уделяется времени большее внимание уделяется времени при возведении какой-то там empire стоит билдинг время прибытия каждого грузовика поставлявшего материала задавалась точностью до 15 минут если грузовик не пребывал в нужное время задерживалась работа над всем проектом тяжело ранен отвали скотина это ты отвали дай дай мне дружище охренеть ну тут только лечиться и заряжаться тут больше вариантов нет аналогично очень крупные проекты требуют требуют планирования более высокого порядка чем просто крупные проекты очередью я долбануть его не могу поэтому попробую молотом а молотом фигня происходит надо было стрелять его ну ну давай давай дружище ну вытяни этот квест ну будь мужиком декер велел передать привет падла держи е фух тысячу очков я получил сохраняю так аналогично очень крупные программные проекты это я уже сказал да кейперс джонс сообщает что программная система из одного миллиона строк кода требует в среднем 69 видов документации спецификация требований к такой системе обычно занимает 4-5 тысяч страниц а проектная документация вполне может быть еще в 2 или 3 раза более объемной маловероятно чтобы один человек мог понять весь проект такого масштаба или даже прочитать всю документацию поэтому подобные проекты требуют более тщательной подготовки более тщательной подготовки сейчас я хочу сюда все таки зайти ребятки и пошариться над этими ну короче помародерить где тут вот до подвал во 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 все правильно вот совсем другое дело по экономическому масштабу некоторые программные проекты сравнимы с возведением вот той empire какой-то стритбилдинг и контролироваться они должны соответствующим образом а метафора построения так сейчас я тут попробую их всех обмародерить так вот труп 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 метафора построения конструирования может быть расширена во многих других направлениях именно поэтому она столь эффективна благодаря этой метафоре отрасль разработки программного обеспечения обогатилась многими популярными терминами такими как архитектура леса конструирование и фундаментальные классы ну наверное можно назвать и другие примеры итак ребятки на сегодня вот это все сейчас я тут по мародерю вот чтобы не забыть сохранюсь и в следующий раз мы продолжим дальше говорить о метафорах что тут больше трупов нету как нету больше трупов почему нет больше трупов так сейчас ящичек и вот этот ящичек и ничего нету но вы же в подвале могли бы уже что-то там хранить 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 они не хранят нифига так получается мне надо в братство стали дайте не я тут еще пошарюсь а потом схожу в братство и скажу так и так ребятки так и так еще я гляну что мне там дали кстати у меня что-то здоровье падает я видимо я видимо под воздействием наркоты по ходу а ну-ка характеристики здоровье то вроде ничего нету чё я ранен чё я ранен ладно сохраняюсь поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки делимся комментируем и все такое всем пока 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 пока